Для глав государств, вы понимаете, есть главное. Вопрос прогноза. С первых месяцев, вы это знаете, пандемии, я всегда требовал от своих специалистов дать прогноз. Прогноз по конкретному штамму, который развивается, ну и прогноз на будущее. Честно признаю, что ни один прогноз уже по имеющемуся штамму в Беларуси несколько групп работали, все разные прогнозы. Честно вам скажу, по срокам ни один не оправдался. Может, вы нам скажете, что будет завтра? Вчера дельта или сегодня завтра, омикрон. Послезавтра что будет? На что нам ориентироваться? Спасибо большое, уважаемый Александр Григорьевич. Вопрос, конечно, крайне сложный, непростой. Я думаю, что ни у кого в мире однозначного ответа, что будет завтра, нет. Но точно, абсолютно, если мы сегодня не будем прививаться и принимать те меры санитарные, которые принимаем, завтра будет гораздо хуже. С учетом того, что он очень быстро распространяется, все наши меры, которые мы отработали, а у нас их два направления. Первое, чтобы люди как можно меньше все-таки контактировали, передавали друг другу эту инфекцию. И второе, это чтобы люди были, или даже наоборот, в обратном порядке, чтобы люди были привиты, чтобы они были иммунные. Какой бы ни пришел штамм, это штамм этого же вида. И поэтому вакцинная защита будет работать чуть больше, чуть меньше, но будет работать одинаково. Поэтому эта политика в Российской Федерации – максимальный коллективный иммунитет, что мы сегодня и считаем. Но в эпидемиологической практике у нас, так принято, мы не ожидаем чего-то, мы принимаем меры и готовимся к принятию тех мер, которые предотвратят большое количество случаев. Вот это для нас сегодня главное. Вирус, он, конечно, будет мутировать, и будут новые штаммы. Из того, что говорят ученые, скорее всего, он уже сегодня проявляет сезонность, он становится сезонным, он будет приходить в тот сезон, который себе выберет. И пока это тоже еще неопределенная история. Да, вот сейчас он приходит осенью и, наверное, весной. Что будет дальше, мы все вместе увидим. Я разговаривал с руководителем института имени Гмалея. Они провели исследование, и спутник ВИД точно нейтрализует новый штамм Омикрон. Он мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий. Так что, вот это буквально два дня назад я с ним говорю. Они эти исследования провели. Но теперь нужно провести второй этап, это клинические исследования, посмотреть в какой степени. Он говорит, вот то, что мы сделали в институте, совершенно точно мы можем утверждать на 100%, нейтрализует и нейтрализует в достаточно высокой степени. Владимир Владимирович, есть ли? Анна Юрьевна, насколько я понял из вашего дипломатического заявления, нам следует ждать новых штаммов коронавируса. На этом Омикроне мы не остановимся, так? Ни один вирус не останавливается в своем развитии, и ожидать, что Омикрон будет финальным вариантом. Омикрон сегодня уже более контагиозный, но менее тяжелые случаи вызывает. Какой будет следующий, сегодня сказать нельзя. Но любой вирус живет только тогда, когда он меняется. И если позволите, Владимир Владимирович, я доложу, специалисты на Векторе также провели исследование на эффективность поствакцинального иммунитета спутника, и они абсолютно уверены, что эффективность не снизилась по сравнению с предыдущими странами. То же самое. Очень высокая защита остается. – Анна Юрьевна, последнее, извините, что я задаю вам вопросы. Для меня это важно. И в целом, наверное, скажите, вот Омикрон, ну, если так по-народному городу, он полегче дельты? – Вот из того, что мы видим, да, он вызывает более легкое течение. Но мы пока видим только на территории Южноафриканской республики, а там все-таки средний возраст населения до 30 лет. У нас в России уже значительно больше. Это может быть фактором, который обеспечивает такое течение. Мы видим на территории Великобритании, но там уровень иммунизации общий за 80%. И этот фактор тоже нельзя сбрасывать со счета. Каких-то других серьезных эпидемиологических наблюдений пока не опубликовано. Мы очень внимательно за всем этим следим. Но то, что он гораздо более заразен, больше людей сразу заражается, это тоже очень важно, потому что когда такая активность вируса, в поле его действия с большой вероятностью попадают люди, для которых заболеть любым вариантом этого вируса – это высокий риск. Это люди большого возраста, это люди с тяжелым течением заболеваний онкологических и с тяжелым течением эндокринных и диабета. Вот когда много в популяции такого вируса, то тогда встреча с ним более реальна. И вот это страшно. Вот в случае с омикроном. Ну и перегрузка, наверное, здравоохранения. Да, это может вызвать перегрузку. Это может вызвать перегрузку. Я почему вас склонил, хотел получить ответ, если чувствуете вы, ученые, что омикрон все-таки полегче, чем дельта. Может быть, мы уже наблюдаем затухание в целом пандемии. Спасибо, уважаемый Александр Григорьевич. Нам тоже очень хочется надеяться, но пока мы такими надеждами себя не тешим. Пока мы готовимся к тому, что мы должны противодействовать распространению и защищать людей, иммунизируя их от нового варианта. Спасибо. Анна Юрьевна, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Всего самого доброго. До свидания. Спасибо.